Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы снова воссоединились с Вадимом Радионом в этой студии. И тема у нас сегодня довольно-таки интересная. Мы поговорим о власти, о подчинении подобных отношениях между людьми. И начнем мы с чего? Я наткнулся на интересные исследования. Ну, все знают, что есть на свете такое направление БДСМ. Это в сексе. Это в сексе, да. Это бандаж, то есть связывание, доминирование, подчинение и то, что называется садизм-мазохизм. Объединено в такую некую структуру. Ну, и все, в общем-то, в основном выросли с представлением, что это такая форма патологии, извращений и так далее, и так далее. Несколько независимых друг от друга институтов привели исследования в этой сфере. И обнаружили интересную вещь. Во-первых, они обнаружили, что подобные отношения, происходящие между взрослыми людьми по взаимному согласию, делают этих людей, в общем-то, более удовлетворёнными в сексуальной сфере, чем людей, не практикующих ВДСМ. То есть они, реализуя свои фантазии, таким образом снимают вот это нервное сексуальное напряжение? Даже не нервное. Это не способ приснять нервное напряжение. Секс, конечно, может быть одной из форм снятия нервного напряжения, отвлечься и так далее. Ну, избавление от агрессии, например. Не единственная его функция. Мы занимаемся сексом, не в смысле избавлюсь от агрессии, сброшу избытки тестостерона и так далее. То есть у всех свои мотивации. В основном это приятно. Наверное, касается по согласию. Причём, как выяснилось, наибольшее удовлетворение получают персоны с доминантным складом. То есть те, кто подавляет. Те, кто командует. Скажем так. Потому что, ещё раз, доминирование подчинений – это не всегда садизм, мазохизм, где задействуются унижения, боли и тому подобные вещи. Да, это просто кто-то выраженно властвует, кто-то подчиняется. Причём, если это когда-то считалось, опять, уделом достаточно небольшой группы населения, что я мог сказать за годы практики и общения с людьми, которые достаточно откровенны в моём кабинете, рассказывая о себе, о своей личной жизни в том числе. Очень много людей, причём не причисляющих себя к фанатам БДСМ, говорят о том, что им нравится во время секса роль подчинённая или роль доминирующая. Очень часто я слышу от девушек, от женщин, что как и то, что им нравятся властные и сильные подчиняющие мужчины, слегка или не слегка грубоватые, так и то, что им нравится во время секса доминировать самим и управлять процессом. И то же самое среди мужчин. Правда, среди мужчин, людей склонных к доминированию, пока что попадается больше. То есть, всё-таки мужское в этом смысле имеет значение? Ну, мы же знаем, что тестостерон имеет отношение и к сексуальному влечению, и к агрессии. Какого-то стестостерона у мужчин всё-таки больше, чем у женщин. Наверное, с этим это тоже связано. Возможно, кто-нибудь скажет, что это пережитки патриархата, с которым надлежит бороться и запрещать подлым мужчинам номинировать. Но это уже дело вкуса и взглядов каждого отдельного человека. Но диалог на эту тему, он сложен, потому что мы все, наверное, большинство наших радиослушателей вышли из Советского Союза. Я помню, как нам ещё рассказывали о вреде мастурбации. Говорили о том, что, в общем, это может привести к самым серьёзным последствиям. И я даже помню, как нам в школе рассказывали, что вы можете стать геем, если будете вдруг этим заниматься в подростковом возрасте. Сегодня разговор на тему ПДСМ, сексуальной жизни, всё-таки по-прежнему вести сложно в нашем обществе. Я думаю, что намного легче. Потому что всё-таки большинство людей куда более образовано в этой сфере. Я думаю, что понятие извращений с годами меняется в зависимости от того, как меняется наше общество, наши взгляды. Например, когда-то оральный секс тоже считался извращением. Как бы формулировал, подверг насилию в извращённой форме. Или когда-то, помню, одна моя пациентка рассказывала, что когда она вышла замуж, у неё была первая брачная ночь с мужем. Когда она попыталась доставить ему удовольствие разным способом, он сбросил её с кровати, сказал, ты что, шлюха? Вот такие бывали события тоже. Ну, окей, мы сейчас не будем вдаваться на сексуальные детали. Но мне интересно другое. Само по себе ситуация, где люди получают осознанное удовольствие от того, что не выбирают роль доминирования или роль подчинения. Ещё раз речь на основе добровольного соглашения. Взрослых людей. Да. И, мне кажется, мы задумываемся о причинах, почему кому-то очень нравится наслаждение властью, почему кому-то очень нравится подчинение. Мы здесь начнём с отношений между людьми, но потом мы неизбежно выйдем на тему, что такое власть, которую мы выбираем демократическим путём. Или что такое власть, которую мы от собой признаём людям, взявшим власть силой. И тому подобные вещи. Что такое власть на работе, когда у нас есть начальники и подчинённые. Слово подчинённое, в общем-то, оно напрямую коррелирует с понятием БДСМ, доминирование подчинения. Но всё начинается с частного, правильно? С нашего личного отношения к этой теме. С нашего отношения, с нашего личного опыта. И, конечно, мне кажется, здесь нет ни на что однозначных ответов. Ну, если мы задумаемся о теме, что такое доминирование, что такое власть. Почему человек наслаждается своей властью и чьим-то подчинением. Причём, мы говорим, не о насилии, когда кого-то угнетают и с помощью силы и унижения заставляют подчиняться. Мы говорим о том, когда человек наслаждается властью от того, что ему это позволяют. Что это за игра? Каким себя чувствует человек при этом? Ну, это ощущение могущества, ощущение того, что я выше других, и я могу этими другими управлять. То есть, в чём главное, главный критерий, скажем так, власти, в чём её главная такая магическая притягательная сила для людей? Если не списывать с чего на тестостерон и агрессию, я думаю, мне очень много, часть ответов даёт диалог с одним моим пациентом. Когда встречался, у него было много разных партнёров, и для него всегда было важным, чтобы партнёр его раздевал. И я его настойчиво спрашивал, а почему это так важно? Что это за человек, которого раздевают? Он говорит, ну, это какой-то царь, какой-то богатый человек, это знатный человек, это человек, которого боятся и уважают. Я говорю, а ещё, говорю, повспоминайте, когда вас раздевали. И вдруг он похлопал за ним и сказал, когда я был маленьким, когда я был ребёнком. Это ребёнок. У каждого ребёнка есть период, когда он ощущает такую иллюзию всемогущества, мы о том говорили. Когда у ребёнка выполняются любые желания, потому что он маленький. Потому что его капризы их удовлетворяют, когда он о чём-то возмущается и плачет, старается утешить, успокоить, дать ему желаемое и так далее. Так вот, мне кажется, один из первых источников власти, которым мы можем вспомнить или ощущать на бессознательном уровне, это наше детство. Это та часть власти, тот период, в чём мы обязательно все проходим. Когда мы одним своим выражением недовольства можем, в общем-то, менять настроение окружающих. Когда мы находимся в центре внимания, когда мы ощущаем, что всё внимание, вся любовь безраздельно принадлежат нам, что все наши желания во главе угла у наших родителей, что они очень хотят нас порадовать, утешить, успокоить. Это очень сильное ощущение, которое рано или поздно заканчивается. Но БДСМ в сексуальном смысле – это как раз компенсация? Это попытка стабилизировать свою жизнь и требовать от других в реальной жизни каких-то подобных моделей? И, в общем-то, можно реализовать это в сексуальной сфере? Или там всё тоньше и глубже? Я думаю, что просто говорить о компенсации – это упрощение. Я думаю, что лежащие в нашем бессознательном стереотипы, почему человек выбирает ту или иную роль, это напрямую связано с всей его биографией. Вот, например, если мы проходим стадии, когда мы дети, и совсем маленькие дети, и ощущаем своё всемогущество, то оно заканчивается уровень. Мы потихоньку понимаем, что вокруг нас есть властные фигуры. Обычно это наши родители, естественно. И здесь мы начинаем понимать, что такое власть. Она любящая, она заботливая, она может быть причёмно сограничивающая, но любящая и справедливая, или она может быть власть пугающая. Вот, все мы знаем о том, что называется эдипов комплекс, эдипальные отношения. Между сыном и матерью? Не только. То есть, это то, что создал Фрейд, это то, что многие до сих пор распаривают, когда мальчик испытывает любовь к матери, а отец для него фигура конкурирующая. То есть, с одной стороны, он эту фигуру тоже любит, с другой стороны, он хочет занять его место, чтобы мама безраздельно принадлежала ему со всей своей любовью, а ещё, с одной стороны, он очень боится наказания за это, потому что отец – это сильная, это властная фигура, и перед ним… Похожие вещи происходят у девочек с материалами. А у девочек называется комплекс электро. Антично сдавал нам немало материала для анализа. И для размышлений. Поэтому мне кажется, что каким образом человек приходит к фантазии о власти, каким образом – это очень индивидуальная история. Но, заметно, если употребить слово «компенсация», есть давно уже замеченная история, что женщины, наделённые в жизни силой, властью, с властными характерами, очень часто предпочитают в сексе находить мужчин, жёстких и доминирующих. Так же, как и мужчины, которые в жизни наделены властью, влиянием, деньгами и так далее, зачастую находят себе то, что называется «строгая госпожа». С которой они могут полностью расслабиться, избавиться от всей своей власти и отдаться полностью в её власть. Что-то тоже в этом есть, что-то детское, на мой взгляд. Что-то детское, когда ребёнок рядом со взрослым ощущается маленьким, беспомощным и получает от этого ощущение защищённости. То есть, это может быть приятным чувством? Может. Точно так же, конечно, всё это может иметь весьма травматичное происхождение. И мне кажется, мы не можем здесь взять, сказать, что БДСМ – это однозначно полная гармония или это однозначно удел ущербных, закомплексованных людей. Но мы можем говорить здесь в категории «нормы» или «отсутствие нормы»? Я думаю, о какой норме. В рамках медицинской нормы, опять, всё, что происходит по взаимному согласию. Ну, хотя есть редкие патологические, вот как та история о немце, который нашёл себя через интернет, желающего быть убитым и съеденным. Это тоже было по согласию, что не помешало органам правопорядка его арестовать и посадить. Ну, в данном случае было совершено преступление. Да. Если без этого экстрима, если всё происходит добровольно, с точки зрения юридической это тоже норма. Сказать, что это ненормально, потому что, если кто-то скажет, это ненормально, потому что мой секс так не выглядит. И это, кстати, тема, которую я как-то слушаю от людей, которые вроде бы и понимают, что трудно звать другие отношения непривычным патологией, но снова-снова повторять как аргумент, ну, у меня же не так, ну, у меня же это не так. Такой субъективный опыт и субъективный оценок. Да, да. То есть это ощущение извращения – это всё, что непривычно мне, всё, что пугает меня и отталкивает меня. Или то, что меня привлекает, но то, что неосуществимо. Ведь это другая крайность, когда люди осуждают то, чего они хотят на самом деле. Или скрывают от себя это желание. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Это программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами, скоро вернёмся и продолжим. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим мы сегодня о доминировании и подавлении. И подчинении. И подчинении. Смотрите. В общем-то, опять возвращаясь к теме доминанта подчинённых отношений. Что это такое, в общем-то? Это по взаимнозаключённому согласию. Есть некая, как хотите, ролевая игра. Или не игра, а просто распределение ролей. Но это заключённый союз, договор, где кто-то добровольно и с удовольствием уступает власть над собой. Кто-то эту власть принимает. Причём разделить это на то, что доминант – это всегда некий задающий правила хищник. А подчинённый – это жалкое существо. Это, конечно, большое заблуждение. Потому что, может быть, Фрейд, а может, не Фрейд. Кто-то сказал, что в отношениях садист-мазохист правила на самом деле всегда задаёт мазохист. Что всё это основано на его готовности подчиняться. И в том пределе, который он допускает. Да. Так вот, эта схема же на самом деле очень напоминает наши демократические выборы. Народ в роли мазохиста или в роли садиста? Почему мазохист? Нет, народ в роли подчиняющейся стороны. Подчиняющейся на определённых правилах. Ну, а народ своим избранникам отдаёт над собой власть. Но мы же понимаем, что выражение «слуги народа» – это такая совершенно ироническая форма выражения. Потому что можно, конечно, для самоуспокоения считать их слугами. Но это люди, которым мы отдали власть. Но у народа есть стоп-слово? Вот. Об этом и речь. Об этом и речь будет очень интересна. Как, может, кому-то неизвестно, у людей в БДС-отношениях есть стоп-слово. То есть, человек в доминирующей роли может всячески проявлять свою фантазию, желание и так далее. Но в тот момент, когда сторона подчинённая чувствует, что ей это не нравится или хватит, есть заранее говорённое стоп-слово. Как только это слово произносится, всё заканчивается. Всё, это уже не нравится, это начинается, здесь заканчивается добровольное соглашение, и начинается что-то совсем другое. Так вот, в этих отношениях стоп-слово есть. Обычно оно, насколько я понимаю, уважается. И, в общем-то, ещё раз, учитывая, что это добровольные отношения и, своего рода, всё-таки ролевая игра, она происходит до тех пор, пока игра доставляет удовольствие обеим сторонам. Если, невзирая на стоп-слово, доминирующийся, продолжает наставить на своём, превращается в насилие и вступает совершенно другую фазу, и определяющийся уже как-то и юридически, и морально совершенно по-другому. Так вот, вы, Вадим, задали совершенно разумный вопрос. Есть ли у народа стоп-слово? Ну, есть другие выборы, но это спустя, как минимум, четыре года. Это не стоп-слово. Это терпение и ожидание, когда власти надоест. Есть, наверное, тоже применим к БДСМ известная формулировка революционной ситуации, когда верхи уже не могут, как раньше, а низы не хотят. И это, наверное, тоже. Но, в общем-то, я думаю, кроме революций, уличных волнений, манифестаций, протестов, забастовок и так далее, на сегодняшний день механизм стоп-слово отсутствует. И это упущение. И это упущение. Но, наверное, иначе быть не может. Чтобы весь народ на едином вдохе и выдохе произнёс стоп-слово, увы, это иллюзия. Ну, получается, вот вы как раз упомянули, что демократические выборы, здесь можно провести аналогию с БДСМ. Есть такая цитата, её приписывают разным авторам, в том числе и Бродскому, о том, что президенты делают со своими народами то, что им не позволяют делать их жёны. Соответственно, вот эта сексуальность и некая сексуальная аналогия между народом и властью, она всё-таки является одной из главных, получается, что в основе всего Фрейд, опять же. Ну, без Фрейда вообще, как бы к нему ни относились многие иронические и так далее, без Фрейда вообще трудно толковать. Очень многое происходящее в человеческой жизни, в человеческой культуре и истории. То есть сексуальность на самом деле является одним из важных, движущих таких факторов в нашей жизни. Подавленная, задавленная, открытая, открытая. Ну, не будем забывать, что теперь есть президенты и премьер-министры женщины, тоже наделённые властью. Это, наверное, тоже своеобразное веяние времени, когда народы готовы добровольно отдавать власть над собой женщинам. То есть раньше, как мы знаем, это могло быть только в рамках монархии. Власть, передающаяся по наследству, и власть, взятая силой. Вспомним Екатерину II и ещё множество монарших особ женского пола. То сейчас, опять, перемены общественного сознания, когда люди отдают власть женщине, это не является чем-то унизительным для мужского самолюбия. Это замшелые вещи. Женщины на кораблях к беде и так далее, и так далее. Это всё ушло в прошлое. Ну, это больше свойственно сейчас исламской культуре, исламской традиции. Да, но мы помним, что в Пакистане была Беназир-Бхута у власти. Я думаю, что эта традиция тоже как-то постепенно раскачивается. Ну, за исключением мест, где есть абсолютные монархии. Но это изменение сексуальности в политике, получается? Не сексуальности, это изменение роли женщин. Вообще, чем активнее женщин, тем больше это сказывается на политике в любом случае. Если мы пройдём опять к параллели между сексуальностью и политикой, вспомним знаменитую викторианскую эпоху в Англии, которая была известна как и длительностью правления королевы Виктории, так и некоторым ханжеством в отношениях полов. То есть, существовал принцип для того, как должна вести себя приличная женщина в постели с мужем, разумеется. Значит, как ни можно, не может быть в постели. Принцип «lady don't move» или «doesn't move», не помню. Женщина не двигается. То есть, для приличной дамы в постели проявлять чувство удовольствия, вообще некую активность, это было дурным тоном. Женщина должна лежать и с постным видом принимать низменные ласки мужа. Но в советской традиции ведь это тоже, этого не было, как мы знаем. Но, тем не менее, это тоже на уровне культуры и так далее поощрялось. То есть, никаких фантазий и так далее и тому подобное. Я не думаю, что в советской культуре где-то это специально оговорили. Я думаю, что советская культура, она целомодренно избегала подобных вещей. Но, в общем-то, если мы вспомним, ну, массу. Мне кажется, первый ходит на ум «тихидон», допустим. Там активная роль женщины в сексе, ее выборах и так далее вполне присутствовала. Поэтому я не помню в советской литературе такого викторианского отношения к сексу. Но, тем не менее, снижение этой темы, снижение уровня сексуальности, ведь наблюдалось как раз в советской культурологической мысли? Советская культурологическая мысль была определилась идеологией. Ну и, соответственно, идеология. Как в свое время писала Надежда Константиновна Крупская, «Любовь-то не просто половой инстинкт, а совместная борьба за общее дело, за победу интересов пролетариата и так далее». Тем не менее, революционеры в этом смысле были достаточно раскованы. Да, потому что это была революция во всем в те времена. Так вот, этот генез власти, на самом деле, мы тогда задаемся вопросом. Люди, доминирующие в сексуальных отношениях, и люди, рвущиеся к власти в политике. Насколько эти люди отличаются друг от друга? Насколько отличается или схожа их мотивация в желании властвовать? Ну, наверное, любой человек, который… Если человек, я думаю, в постели может сказать, «Мне нравится власть и доминирование», то человек, который хочет властвовать над городом, страной, или что, вряд ли скажет, «Ребята, мне просто нравится власть. Мне хочется с вами всеми владеть, командовать и чувствовать себя при этом замечательно». Человек в политике почти всегда скажет, «Я это делаю ради вас всех, ради интересов народа, чтобы заботиться, принести пользу и так далее». Что самое интересное, это совсем не обязательно противоречить друг другу. Я думаю, что человек вполне может получать удовольствие от власти и одновременно применять эту власть на пользу людям. То есть, здесь как раз вопрос баланса, наверное. Баланса. Кто-то когда-то говорил, что хороший властитель, который тот, кого уговаривают править, не тот, кто сам рвется к власти, уничтожая всех своих соперников, а тот, которого уговаривают править. И такие бывали, например, человеческая история. Редко, правда, но бывали. Вот интересно, что я вспомнил фильм «Басаде», где играл Брюс Виллис, фильм о террористах, которые захватили, ну, в какой-то момент стали очень активно действовать в одном из американских городов. И Брюса Виллиса, который играл американского генерала, долго уговаривали ввести чрезвычайное положение. И он долго говорил, не делайте этого. Но когда его, наконец, уговорили, он устроил там настоящий террор. То есть, это вот история, когда человек сам себя ограничивал. Он говорит, не надо, вам это не нужно. Не уговаривайте меня это делать. Ну, когда уже его уговорили, соответственно, все началось. Ну, он не террор, насколько я помню. Он в крайне жесткие меры, он ввел лагеря, где интернировал всех подозреваемых и так далее. Но он честно говорил, что то, что он будет делать, абсолютно, кажется, непопулярно. Поэтому не давайте мне эту власть. Но это вопрос баланса, когда человек осознает, что власть может быть достаточно жестокой по отношению. И поэтому он говорил, не давайте мне эту власть. – Да, ну вот вообще слово «диктатор», которое носит заведомо негативный оттенок в наше время. Кто-то был диктатор в древнем времени. Человек, которому на время военных действий отдавали всю власть, все полномочия. Правда, когда он война заканчивала, должен был сложить эти полномочия. – Не всегда так происходило. – Не всегда. Очевидно, находились люди, по-моему, Сулла и еще кто-то, кому совсем не хотелось задавать диктаторские полномочия. Поэтому это властью наслаждались до последнего. Так вот, почему к власти тянутся политики? Это отдельная история каждого. Нельзя сейчас заниматься анализом, их в эфире как-то странно. А вот давайте подумаем, почему мы отдаем власть на собой. Почему отдаем ее так, я бы сказал, неразборчиво. Вот во что сейчас превратилось в демократический выбор власти, на мой взгляд. Кто слаще пропоет предвыборную песню? Кто больше всего пообещает? Конечно, конкуренты друг друга обвиняют в популизме и тому подобных вещах. Но факт остается фактом. Конечно, мы ушли в прошлое смешные эпизоды типа Иохима Зигериста, который бананами подкупал избирателей. Это было совсем примитивно. Но в какой-то степени, мне кажется, всегда у какой-то политической партии есть свой запас бананов. Как их ни называть? Вот вопрос, мы покупаемся на эти бананы, потому что мы настолько недальновидны, или все-таки с какой-то властью над нами нам лучше и спокойнее? Ну, вспомним, всегда есть определенные периоды в истории, когда народ начинает хотеть в сильные руки. У нас звонок? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте, Лариса. А вы знаете, мне кажется, вот власть мы очень часто отдаем, даже не политикам, а и на работе, и везде. Потому что отвечать не надо нам будет ни за что. Вот начальник есть, он начальник, он лучше знает, как надо что делать, он пойдет к другому начальнику, и он будет за все отвечать. А мы будем спокойно сидеть и работать, а он будет за нас разбираться. Спасибо. Да, спасибо вам. Но, кстати, я слышал подобную точку зрения про армию. Вот человек мне рассказывал о том, что в армии не было хорошо, потому что мой день был расписан, я знал, что он делал, и я ни за что не отвечал. В этом есть смысл. Я всегда в таких ситуациях вспоминаю, был как старый-старый фильм «Викинги», где Кирк Дуглас, которому сейчас за сто, тогда еще молодой, атлетичный, играл такого наглого викинга-захватчика. И его папа говорил ему, сынок, вот ты завоюешь какую-нибудь женщину, нет большего счастья, эти англичанки, они отбиваются, они дерутся как кошки, тем больше счастья победить их. Вот он захватывает корабль с английской принцессой, и набрасывается на нее, она лежит как та викторианская дама. Он говорит, дерись, сопротивляйся. Она говорит, а у меня не сила вам сопротивляться, так что я не буду тратить на это силы, а все, а грех на вашей совести. Говорит, она и ехидно на него смотрится. Чем испортила Кирк Дугласа все удовольствие. Вот мне кажется, да, отдать кому-то власть вместе с ответственностью, это очень заманчиво. Но если посмотреть не то, что мы просто хотим наслаждаться безделием и ответственностью, если мы посмотрим на это как-то поглубже, что такое ответственность? Во-первых, это что-то, за что нас кто-то может упрекнуть, что мы не справились. Или наказать. Потому что мы что-то сделали не так. А тут нас не в чему упрекнуть, потому что есть некто, кто за все отвечает, кто всем владеет. Я думаю, что в БДСМ тоже люди, отдающие власть доминанту, наслаждаются расслабленным бездумным подчинением. Потому что они расслаблены, потому что у них не належит ничего, кроме выполнения чьих-то приказов. И, наверное, для многих это состояние какого-то душевного покоя. Точно так же, как в времена разнообразных диктатур, народ наслаждается подчинением отцу. Кстати, что люди больше не любят? Обычно войны не любят люди. По-моему, был период мира в Древнем Риме, чуть ли не 250 лет подряд, когда была сильна императорская власть. И это было таким периодом благоденствия. В Японии знаменитый фильмами о самурайских битвах, боях, бесконечных дуэлях. В дуэлях, когда воцарился Сигунат Токугава, на протяжении 200 лет не было никаких войн вообще. И многие самураи, для будущего разочаровать последующих создателей самурайских фильмов, за всю жизнь ни разу всерьез не дрались. Были жесткие законы, можно было тренироваться на деревянных мечах в школах, но многие самураи всю жизнь не достали боевого меча и никого не зарубили. Так вот, да, вот есть этот период, когда абсолютная власть гарантирует своим подданным абсолютный покой, абсолютное спокойствие. Если вы сейчас проведете в стране референдум, давайте отдадим кому-то полностью власть над нашими свободами, над нашими действиями, перемещением, чем угодно. Но нам за это гарантировать, что нас никто не будет обижать, что нам будут вовремя давать зарплату, что у нас не будет перебоев с едой и так далее, и так далее. Я очень не уверен, что демократические ценности будут по-прежнему в чести. То есть, это все-таки поиск стабильности, да? То есть, это желание, пусть этот мир будет, может быть, несовершенным, но стабильным. Я готов отдать свою свободу для того, чтобы жить спокойно, не волноваться и не тревожиться. Потому что свобода абстрактна, а это имеет прикладное значение? Да. Есть же известные, описывая самые разные монархи, какие-то режимы в протяжении истории, говорили, настолько царил порядок в этой стране, что девушка могла пройти с мешком золота из одного города в другой, и по пути ее никто не тронул бы. И с одной стороны замечательно такое торжество порядка, а с другой стороны, насколько люди, включая преступы в этой стране, боятся неотвратимости сурового и жестокого наказания, что даже такие соблазны их не прельщают. Но ведь это тоже в какой-то степени ловушка, потому что сейчас нередко можно услышать от людей о славных временах Уосифа Сталина, когда говорили, Сталина на них нет, или при Сталине вообще, улицы были чистые и так далее и тому подобное. Мы знаем, кем был Уосиф Сталин, мы читали об этом. Но эта иллюзия сильного лидера, она ведь очень подкупает многих. Вы знаете, я думаю, что Сталину нас впереди ждут разные пертурбации. Есть много людей, которые сейчас нас с вами заплюют и скажут, что мы неправы и станем великим лидером. Чингисхан был великим лидером, Наполеон был великим лидером, Петр Первый был великим лидером. Я допускаю, что через 100, 200, 300 лет в учебниках истории Сталин тоже пополнит ряды сильных лидеров. Я думаю, люди, которые жили во времена завивания Чингисхана и его потомков, вряд ли с таким пиететом о нем думали. Люди современники наполеоновских войн тоже, наверное, к Наполеону относились очень неоднозначно. Все, чем больше отодвигается во времени, тем отстраненнее мы это воспринимаем. Но мы ведь в данном случае говорим о великом лидере в контексте исторической фигуры, потому что, безусловно, Сталин – историческая фигура, очень заметная историческая фигура, но все-таки это не снимает с него того, что он делал? Или время снимает все-таки? Я думаю, что время, оно и лечит, и снимает все, что угодно. Вот на сегодня, давайте поймем, через 300 лет, как будет разница между Сталином, Гитлером, Чингисханом? Никакой. Будут другие тираны. Да, кого-то разница между ними Петром Первым, который погубил тьму тьмущую людей, когда строил Петербург и вообще, когда наводил в России новый порядок, тот самый Дино и Орнук. Я думаю, что это неизбежно. Уже сейчас вот мы с вами, которые помним наших дедушек, которые рассказывали о войне, это одно, наши дети и внуки, для них это будет ничем не отличаться от битвы при Куликовом поле и тому подобного. То есть связь прерывается. Да. Но возвращаясь к теме власти, я думаю, фигуры, наделенные властью, но в конце концов, что такое фигура, наделенная властью, предельной властью? Это Бог для верующих людей. Ну, это абсолют. Это абсолютная власть, которой невозможно спорить, хотя некоторые пытаются. Я думаю, отношения с властью будут всегда. И в итоге, неважно, это происходит в постели, или на выборах, или на работе, где ты имеешь дело с властью, которой ты подчиняешься или сопротивляешься. Всё вопрос осознания одного конкретно взятого человека. Почему я хочу властвовать, и что мной на самом деле движет? Или почему я готов подчиняться, и хочу подчинить, что мной движет? Это будет каждый решать для себя. Это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Арель Лезник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссёр. Родион Залтеров. Я с вами не прощаюсь. Встречимся сегодня в вечернем интерактиве. А Ариэлю мы говорим до свидания. Всего доброго.